здравствуйте и снова я хочу показать какому сейчас состоянии ночью и утром был мороз минус 10 градусов снега не выпало ни капельки вот посмотрите травка вот мой огород снега совершенно не было сейчас хоть и солнечная погода но температура где-то примерно минус 2 минус 3 вот видите где были предыдущие и очертания и когда был уже такой в морозе примерно градусов минус 6 минус 8 то я граблями взяла разбила эти контуры хотя здесь не сплошной лед видите вот пузырьки видите это не сплошной лед здесь водичка замерзает вот по окружности внутри я разбила граблями лед по окружности по периметру лунки он по вытаскивал а куски видите вот куски лежат льда на поверхности вот лед лежит и толщина льда всего вот здесь в этих местах где нет лунки примерно около двух сантиметров во всяком случае мои кошки свободно ходят по этому льду они очень любят пить водичку из лунки вот как летом они всегда приходили на водопой сюда так и сейчас подходят и пьют водичку после вкусного обеда вот но я не думаю что полностью замерзнет эта лунка иначе зачем это дорогое приспособление нужно было бы зимой этот аэратор компрессор все в интернете вот видео которые я смотрю у кого есть пруд все говорят что это очень надежное средство аэратор и пруд не замерзнет полностью ну такой лунки вот даже если будет маленькая лунка совсем зимой так как морозы у нас бывают и минус 10 и минус 15 и минус 20 и даже 30 с хвостиком бывают морозы то даже маленькой луночки хватит для того чтобы у рыб не нарушилась жизнедеятельность все равно буду даже из маленькой луночки выходить вредные газы которые образуются в пруду во время разложения органики а также аэратор насыщает воду кислородом что рыбкам обязательно нужно необходимо и летом и зимой и как вы знаете рыбы зимой не кушают и не питаются их не надо кормить они находятся в полу спящем состоянии и для них такое количество кислорода которая поступает вот с сжатым воздухом им достаточно особенно маленьким рыбкам как я уже говорила предыдущих своих видео сейчас повторяю для новых подписчиков и для гостей канала кто еще не видел и не слышал что в прошлом году у меня погибли три большие рыбки примерно 15 или 18 сантиметров длиной карпы кои а весь молодняк такие ну от 5 сантиметров в длину плюс минус выжили как карпы кои так и обычные прудовые караси потому что маленьким рыбкам конечно нужно меньше для кислорода для их жизни обеспечения и сейчас я тоже разобью вот эти края граблями по вытаскиваю лед и жду с нетерпением снега когда снег покроет пруд своей толщиной то уже там подо льдом будет намного теплее вода ведь тепло идет не сверху сверху как раз идет холод и мороз а тепло идет из метр земли со дна и рыбки стараются быть ближе ко дну и там у меня есть такой приямок круглый который делался во время строительства пруда для зимовки рыбы специально туда рыбки заплывают и им теплее в этом приямки вот видите дорогие друзья только я обмолвилась о своих кошках они тут как тут пришли на водопой и пьют из луночки водичку конечно они легкие могут походить по такому льду а мою тяжесть этот лед в два сантиметра еще не выдержит так как морозы у нас недолговременные если бы такой мороз хотя бы минус 10 продержался с неделю то лед был бы уже толще можно было бы ходить без опаски вот и третья идет вот кейте моя тоже идет сюда я расширила лунку по краям лед был не толстый вот этими вот граблями вот и этими же граблями по выбирала лед там где это было возможно и выбросила его на берег ну посмотрим что дальше будет пока погоду передают не очень холодную и без осадков так что думаю в ближайшее время снега не будет хотя и все может быть у природы все готово какой-нибудь циклон подует неожиданно и все прогнозы поменяются как я уже говорила вот опять повторяю для новых подписчиков и для новых зрителей мой мембранный компрессор сделан китае называется сансан нт-400 он выкачивает 40 литров сжатого воздуха в минуту его мощность 30 ватт все вот так что он будет у меня работать и летом и зимой без перерыва круглосуточно и стоил он летом 1170 гривен всем большое спасибо за просмотр этого видео и за подписку на мой канал а